Евангелие от Иоанна 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 и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, он не знал, откуда это вино. Знал только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьется, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и увировали в Него ученики Его. Смотрите, здесь мы действительно в этом отрывке видим несколько таких вот пластов событий. И один из них, что удивляет многих, что мать Его, Пресвятая Богородица, пожалела сидевших за столами, что у них нет вина для пира, и предложила ему сделать это вино. А он ей говорит, что мне и тебе, жену, еще не пришел час мой. То есть он не согласен, казалось бы, с ней, что он должен сотворить это чудо. Но что мы в этом видим? Мы видим, что мать осознает его возможности уже. И если мы думаем, что вот это самое первое чудо, в котором Бог Слово открывается своей божественной сущностью, славой своей, то мы с вами можем задать вопрос, а откуда мать думает, знает, что он это сотворит? И вот то, что она знает, что он это может сотворить, это в большой степени доказывает то, что действительно все события по рождению, по воплощению Бога Слова происходили так, как мы их читаем в Евангелии. Потому что вот она, даже если он еще не показывал каких-то божественных чудес, знала и о том, как ей сообщил об этом ангел Гавриил, что она понесет, как дух вошел, как вот все это ее уже убедило, что у нее сын Бог. Ему ничего не стоит сделать из воды вино. Просто пожалев этих, тех, кто на Перу находится. Но мы сразу с вами видим еще один пласт, что здесь находятся ученики его. Не случайно Евангелие говорит, что его позвали, и ученики вместе с ним на этом сидят в Перу. И надо так понимать, что когда мать это озвучивала, то ученики к этому прислушались. И у Иисуса, как человека, стоял вопрос, пожалеть ли тех, кто, значит, остался без вина на Перу, и веселья не будет, послушаться ли матери, и как выглядеть перед учениками. Как перед учениками выглядеть. И мы с вами видим, что Господь идет на то, что делает. Из воды вино. Что, конечно, величайшее чудо. Величайшее чудо. И чем это чудо в конечном итоге заканчивается? Вот какая его смысл мы в этом отрывке видим? Видим, что о том, что из воды вино получилось, знают только ученики, мать и почерпавшие это вино. Мы не знаем, сколько там, один человек или два человека, кто вот черпнул и понес его к распорядителю. Но мы видим главный результат этого чуда. Так положил Иисус сначала чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Мы с вами только что обсуждали в предыдущей беседе, как Господь отбирает учеников. И каждый по своим возможностям и по своим талантам отбирается Богом по-разному. Кто-то умом силён. И вот он логикой доходит до того, что да, Бог есть и Иисус, и есть Бог. Кто-то сердцем через чувства, а кто-то слову верит, как Андрей поверил слову Иоанна Крестителя, что вот Агнецей. Пошёл за ним спокойно и уверовал так, что и за братом побежал, за Симоном. Мы нашли того, кого искали, кого ждали Мессии и Бога. То есть все они уже утвердились, что это Бог, ученики Его. Но свидетельство прямого, ну, кроме того, там Нафанаилу он сказал, я тебя под деревом видел там, и для него это было уже определённое чудо. Но такого вот свидетельства, которое совсем бы запечатлило им силу Иисуса, у них ещё нет. Они веруют, но свидетельства ещё вот прямо такого нет. И поэтому, когда мы рассматриваем вот это чудо, то это чудо было сделано конкретно для учеников. Для того, чтобы дать им уже уверовать на человеческом уровне. На человеческом. Потому что все вот эти чудеса, значит, которые и Христос творит, и церковь иногда творит, и святые творили, они для уверования на человеческом уровне. Сказать, что они несут какую-то спасительную силу, да нет, они все для уверования человека. Потому что не чудом спасается человек, а веруя своей. По вере нам даётся. Но чудеса, тем не менее, мы имеем, имели, и видим, с кого они начались в Евангелии. С Христа. Но я здесь хотел бы обсудить и этот вопрос, а почему Христос начинает с чуда воды притворения в вино. И как-то развеять вот это понятие, что таким образом он открывает винную тему, так будем говорить, для человечества. И с этого момента стали спиваться человеки. Да нет, мы знаем, что и до Христа вино уже много тысячелетий существовало и применялось в том числе и в богослужебных и в каких-то там ритуалах и всего этого. Говорят, что первое это вино появилось, когда скисли какие-то ягоды в каких-то лужах и люди их или там в камнях и люди их отпробовав поняли, что это вот таким образом происходит. Но мне-то здесь важна другая форма изменения вот этого чуда. потому что она действительно получается божественна, поскольку для того, чтобы стать вином в нашем человеческом понимании вот этот процесс сначала рождения тех же ягод или плодов каких-то, потом закисание, превращение их бактериями в спирт и все остальное дрожжами, он ведь достаточно длительный, длительный, и он получается менее естественный, можно сказать, такой самый противоестественный в природе. все в природе, например, может окаменеть, если потеряет воду, и мы имеем множество камней, потерявших просто воду, но чтобы вода стала вином, нужно столько процессов, и все, кто делает вино, знают, как это все происходит, и просто так это совершится, тем более хорошим вином, как здесь распорядитель говорит, лучшим вином, это противоестественно, противоестественно, и вдруг Господь вот это чудо показывает этой противоестественности, и что он этим чудом показывает, показывает полную власть свою над природными качествами или формами, что все, что должны были сделать растения, вырастив значит эти плоды, значит бактерии, переработав эти плоды в спирт там и все остальное, и все остальное, все это может сделать один Бог, без этого процесса, вот этого длительности всех этих этапов рождения вина, просто вот вода, а вот уже вино, и как мы понимаем, в вене-то, если его пробовать, там уже все эти элементы есть, причем сложные элементы, сложные элементы, где должно быть очень много всякого всего, чтобы стало хорошее вино получилось, и вот это чудо говорит о том, что властен Господь над природой растений, микромира, вот, и даже человека, который радуется, что вот какая у него появился здесь новая радость, вино для свадьбы, лучшее, хорошее вино, и это говорит о его возможности и обратного притворения из вина в воду. То есть, если кто-то утверждает, что именно из-за вина гибнет человечество и вино по воле Божьей созданное этому способствует, то я вам хочу сказать, что это полное непонимание того, для чего дано вино и как им распорядиться. Ведь никто, кто качественно потребляет, как говорится, вино и правильно потребляет, и так потребляет, как у нас расписано, скажем, в церковных наших канонах, не страдает алкоголизмом и не гибнет от него, а то еще и лечится этим вином. Но когда мы после еще и читаем о том, то есть узнаем о том, что вино притворяется в кровь и тело Господне, преосуществляется, вот извините, вот все-таки у нас немножечко другое понимание, не притворяется, а преосуществляется, то и это вот здесь уже доказывается, что уж если Господь может воду в вино превратить, то почему бы ему вино не превратить в кровь, когда мы это хотим, а дохотворить его до состояния крови Христовой. И поэтому здесь обвинять Христа в том, что он открыл вот такую лазейку для дьявола и таким образом стали люди гибнуть, нет, люди гибнут в своей бездуховности. Если они с нормальной духовностью, то мы с вами знаем, что везде потребляется в православии, и на Афоне, и в монастырях, и в храмах, и в... Я тоже уж извините, за такое откровение, потребляя иногда вино, но кто правильно потребляет, не становится алкоголиком. Поэтому здесь этого обвинения быть не может, но интересная, скажите, часть, да, как Господь вот взял и ученикам дал четко поверить, да еще при этом все остальное осублел, и маму свою послушал, и гостям радость принес и показал абсолютное свое божественное, божественное силу. И мне очень странно, когда вдруг начинают обсуждать, что нет, это был обычный человек, у него духовность какая-то в него вошла, и он стал говорить, вот как пророк, как Бог, а вино-то он делал как, кто, кто может сделать из воды вино, мне кажется, это полное доказательство славы его, и явил славу свою, и уверовали в него ученицы его. Так что и мы давайте уверовать больше и больше в то, что Господь наш Иисус Христос, это сам Бог Творец, Слово, Сын Божий, с Ним Дух Божий и Отец, и Отец, который дальше в Евангелии тоже появится, и мы про него будем читать. Помоги всем, Господь, читайте Евангелие. Многие, кто читает, я гляжу, вы там оставляете комментарии и говорите, что ой, мне понятней стало, а мне легче стало. Правда, вам будет легче, потому что Евангелие, если оно войдет, то на него, как на фундамент, лягут все ваши другие духовные упражнения, аскетика, все остальное. У вас молитвы лягут, как нужно на душу. У вас ваш пост будет совершенно другим, если в вас войдет Евангелие. Пробуйте, читайте. Помоги всем, Господь, здоровья всем, радости. Аминь. ПОДПИСМЕНТЫ Продолжение следует...